Привет, друзья, это редакция Ньюс. Здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые считаю бесспорными, чтобы вы составили собственную картину и сделали свои выводы. Поддержать нас, как обычно, можно через Бусти, если вы в России, через кнопку спонсорства на Ютубе, если вы не в России. И, пожалуйста, подпишитесь. Это важно для нас с алгоритмом Ютуба. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали. Известно, что во времена войн и конфликтов сильно возрастает значимость патронов. Но, кажется, мало кто мог предположить, как сильно жизнь тысяч людей затронут проблемы одного единственного патронного завода, Климовского, в подмосковном Подольске. На его территории, как уже теперь все знают, находится котельная, снабжающая теплом большой микрорайон, никакого отношения к патронам не имеющий. Как, кстати, сложилась такая коммунально-жилищная схема – отдельный небезынтересный вопрос. Скорее всего, это наслоение наследий. Советского, когда в близлежащих микрорайонах выдавали квартиры работникам завода, и постсоветского, когда к котельным сплошь и рядом подключают многочисленные новостройки времен развитого капитализма. Наслоение обернулось слоями льда в квартирах. В 25-градусный мороз, как назло ударивший в январе, без тепла остались 170 с лишним домов и 150 тысяч жителей. Когда батареи остыли, люди включили электрические обогреватели, и из-за скачков напряжения стал отключаться уже свет. Проблема не решилась ни очень быстро, ни просто быстро, и наросла, как снежный ком. В соцсетях появились многочисленные вопросы к губернатору Андрею Воробьеву, при котором жилищное строительство в Подмосковье вступило в эпоху безудержного роста. Однако, когда стало понятно, что ЧП не замять на районном уровне, именно на этом уровне стали искать виноватых. На неделе Басманный суд арестовал начальника котельной и гендиректора патронного завода по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, и замглавы Подольска по обвинению в превышении полномочий. Нынешние владельцы завода, на их счастье, оказались не в России и попали под решение, которое не впервые принимается за последние два года, и от формулировки которого веет советским фильмом про революцию. Владимир Путин поручил патронный завод национализировать. Примечательно, что в последних числах декабря Подольск получил областную премию «Прорыв года» в номинации «Эффективное управление ресурсами». Случайный русский символизм, как видим, работает и задним числом. Пострадавшим от прорыва жителям сделан редкий по нашим временам подарок. Им разрешено не платить за отопление, но только за январь. За электричество же с них возьмут по декабрьскому тарифу. Но это, как принято говорить, еще не конец истории. С начала месяца в Подмосковье без тепла оставались жители еще нескольких микрорайонов и даже городов. Прокуратура сообщала об отключениях Владкарина, на Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом, Посаде, Балаших и Химках, Щелкове. Были сообщения о едва теплых батареях в Королеве, где расположен Центр управления полетами Роскосмоса. В микрорайоне, опять же, космонавтов. В Дмитрове произошла утечка на теплосети, которая обеспечивает отоплением 29 домов, два детских сада и школу. В Электростале на неделе разводили костры на улице. По словам жителей, температура в квартирах упала до 10 градусов. Замерзаем! 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 Как мы понимаем, Климовский патронный завод и его котельная тут уже явно ни при чем. Просто, когда тема выходит на первые полосы, она быстро начинает обрастать обновлениями, на которые в обычной ситуации, возможно, не обратили бы внимания. Сообщения о проблемах с теплом посыпались и из других регионов. Во Владивостоке из-за аварии без отопления остались несколько тысяч жителей. В Пензе 42 многоквартирных дома и больницы. Прокуратура начала проверку. В Тверской области жители поселка Новозавидовский записали обращение к Путину, в котором рассказали, что в их доме холодно из-за подключения многоэтажки к котельной с низкой мощностью. В Новосибирске в результате прорыва улицы и дворы залило кипятком. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владимир Путин на неделе провел отдельное совещание по ситуации с отоплением в Подмосковье и Херсонской области. Как сообщается на сайте Кремля, он заслушал доклады и дал поручения МЧС и компаний Россети. Среди прочего, эта ситуация в очередной раз напомнила о проблеме, о которой говорят уже не один год. Новые жилые комплексы и целые микрорайоны строятся в таких объемах, что старые теплотрассы перестают справляться с нагрузкой. Новые же прокладываются далеко не всегда. Прошлым летом известия со ссылкой на общественный совет при Минстрое писали, что износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 70%, и что на решение проблемы нужно почти 5 триллионов рублей. Вспоминается старый советский анекдот про сантехника, осмотревшего старую трубу в ванной, заключившего «да тут, батенька, всю систему менять надо» и вскоре арестованного за критику советской власти. В Украине начало года ознаменовалось новым этапом болезненной дискуссии о ресурсах, необходимых фронту и способах их найти. Уже ясно, что самый большой дефицит – это даже не западное вооружение, а люди. Напомню, перед Новым годом Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит призвать на фронт еще полмиллиона человек. Пока это выглядит маловыполнимой задачей. На неделе после долгих обсуждений Верховная Рада отправила на доработку скандальный законопроект о новой мобилизации. Депутаты не торопятся брать на себя ответственность за непопулярные нормы, предусматривающие снижение возраста отправки на фронт с 27 до 25 лет, сокращение категорий негодных к службе, ограничение в правах уклонистов и многое другое. Судя по сливам, обсуждение, проходившее за закрытыми дверьми, было крайне эмоциональным. Плавком ВСУ Валерий Залужный спрашивал у депутатов, кем ему воевать, и предлагал им самим отправиться на фронт. Впрочем, министр обороны Рустем Умеров заявил, что новая редакция закона уже готова, и в ней учтены все предложения депутатов. Насколько жестко встал вопрос, можно судить и потому, что мобилизацию выбрали словом года. Об этом объявил словарь украинского языка «мы слово». Ряд украинских СМИ написал, что в городах военкомы развернули мобильные блокпосты, усилились рейды по торговым центрам и общественному транспорту. Погранслужбы регулярно публикуют кадры с задержанными уклонистами. Чаще всего они пытаются переплыть через реки в соседние страны. Другая проблема, перешедшая в Новый год из прошлого – западное финансирование и поставки военной техники. На неделю Белый дом объявил, что выдал последний пакет помощи Киеву из имевшихся запасов. Между тем, вернувшийся с каникул Конгресс все-таки принял правительственный бюджет США на 2024 год. Его не могли согласовать с начала сентября. В расходах на оборону прописано выделение Украине 600 миллионов долларов, что существенно меньше, чем запрошенной администрации Джо Байдена – 60 с лишним миллиардов. Их рассматривают отдельным законопроектом, куда также входят помощь Израилю, Тайваню и средства на защиту американских границ. Пока компромисс не найден. По сообщению Associated Press, на очередных слушаниях республиканцы снова отказались поддержать законопроект, требуя ужесточить миграционную политику. В Госдепе заявили, что Вашингтон в любом случае будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но не факт, что на уровне предыдущих двух лет. Напомню, что одной из главных угроз в этом смысле в Белом доме считают избрание президентом США республиканца. Основные претенденты – губернатор Флорида Рос Ди Сантис и экс-президент Дональд Трамп уже неоднократно выступали против увеличения помощи Киеву. Британская Таймс написала, что Европа готовит план поддержки Украины на случай переизбрания Трампа и пытается нарастить производство вооружений по всему континенту. При этом британская разведка считает, что у Киева нет ресурсов, чтобы победить в 2024 году и предполагает, что война затянется еще минимум на год. Однако и в Европе объемы помощи пока не слишком растут. Дания на полгода перенесла отправку в Украине шести истребителей F-16. Ранее предполагалось, что они прибудут в районе Нового года. В свою очередь Литва, куда на неделе приезжал Владимир Зеленский, объявила о новом пакете помощи на 200 миллионов евро. В него войдут броневики, амуниции и генераторы. Другой пакет помощи пришел из Японии, чья министра иностранных дел на неделе посещала Киев и пообещала внести в фонд НАТО 37 миллионов долларов на поставку систем выявления беспилотников. Под занавес недели Киев посетил британский премьер Риши Сунак. Он подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Это первый подобный договор между Украиной и страной Запада. Кроме того, Сунак объявил, что в ближайшие два года Лондон передаст Украине военную помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это более 3 миллиардов долларов. Пакет включает в том числе дальнобойные ракеты, артиллерийские снаряды и беспилотники. На неделе Financial Times написала статью о том, что Москва добилась значительного преимущества в радиоэлектронной борьбе, а украинские военные испытывают нехватку средств РЭП, страдая от атак беспилотников. При этом, говорится в статье, российские системы всё чаще сбивают с курса высокоточные снаряды Хаймарса и Экскалибур, а также имитируют запуски ракет, чтобы вскрыть позиции украинской ПВО. Что касается обстановки на фронтах, то, как и прогнозировалось, после безуспешного летнего наступления Украины инициатива перешла к России. Почти на всех направлениях российские войска ведут наступательные действия, однако бои осложняются погодными условиями. В Херсонской области на левом берегу Днепра Россия по-прежнему пытается вытеснить ВСУ из села Крынки. Продолжаются взаимные артобстрелы и удары дронов. В Запорожской области российские силы смогли вернуть часть территории под Работино, а также не стихают бои местного значения под Старомайорским на Времьевском выступе. На Донецком направлении Россия старается развить наступление после взятия Марьинки, сообщается о продвижении в сторону Новомихайловки. Под Авдеевкой идет наступление сразу с трех сторон в районе Первомайского, Степового и местной промзоны. На Башмутском направлении продолжаются фланговые бои за Клещеевку и Андреевку. Российские войска взяли Хромово и продвинулись в районе Богдановки. На северном фасе Россия вышла на окраине Синьковки под Купинском и продвинулась по линии Кременная-Сватова. Идут бои под Тернами и местной Макеевкой. На неделе продолжались удары по тылам. В России больше всего досталось снова Белгородской области. О прилетах сообщали из более чем двух десятков населенных пунктов, включая Шебекина и сам Белгород, который, начиная с 30 декабря, почти каждый день находится под огнем. На фоне обстрелов в городе начали устанавливать бетонные укрытия прямо на улицах и остановках транспорта. На Рождество были отменены все богослужения. Власти предложили желающим эвакуироваться в находящиеся вдали от границы Старый Оскол и Губкин. Не обошлось без жертв. В Курской области, в селе Горналь, при обстреле погибла женщина. Участились атаки дронов. За последние дни беспилотники сбивали в Калужской, Тульской и Ростовской областях. В Орловской области дрон упал на резервуар местной нефтебазы. Пострадали три человека. О погибших и раненых заявили власти ДНР. Там также участились обстрелы под огнем Донецк, Горловка и Ясиноватая. С украинской стороны десятками шли сообщения об ударах по Киевской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областям. Неоднократно звучали взрывы и в Харькове. Украинские власти заявили об ударе по гостинице «Парк-отель» и пострадавших гражданских. В российских окловоенных каналах заявили, что здание использовалось как пункт дислокации иностранных наемников. Две недели назад такая же ситуация была с другим отелем «Харьков-Палас», по которому также ударили ракеты. Немецкий канал «ЦДФ» сообщил, что пострадала его съемочная группа. В российском Минобороны заявили, что в отеле находились более 200 наемников и сотрудники ВСУ, участвовавшие в планировании удара по Белгороду. Неделя ознаменовалась еще одним военным обострением. На юге Аравийского полуострова в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам движения «Хуситов» в Йемене. Целями, как заявлено, были командные пункты, склады, пусковые установки и радары ПВО. Это было названо ответом на атаки «Хуситов» – военизированные группировки, которые контролируют большую часть Йемена, на суда, следующие через Адонский залив и Красное море. В свою очередь «Хуситы» – это шииты, которых поддерживает Иран – называют свои действия ответом на агрессию в секторе Газа. Подразумевается, что часть кораблей, идущих на Запад, следует в Израиль. В субботу появилось сообщение, что «Хуситы» по ошибке атаковали танкер с российской нефтью, следовавшей под флагом Панамы, обошлось без пострадавших. В Кремле осудили удары США, назвав их противоречащими международному праву. «Хуситы» со своей стороны поклялись ответить Лондону и Вашингтону и пригрозили ужасающими последствиями. В России официально завершилось выдвижение кандидатов в президенты. Этап преодолели 11 человек. Трое идут от парламентских партий. Владислав Дованков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ. Еще восьми необходимо до конца января собрать подписи в свою поддержку. Это трое самовыдвиженцев, действующий президент Владимир Путин, блогеры «Радо русских» и Александр Баташов, и пять кандидатов от непарламентских партий Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабулина, Ирина Сверидова и Сергей Маленкович. Нескольким претендентам, включая ржевскую журналистку Екатерину Дунцову, ЦИК отказал еще до Нового года. На этой неделе Дунцова призвала поддержать Надеждина. И если в результатах мартовских выборов сомнений мало, то в детали их проведения по-прежнему вносятся коррективы. Россияне, находящиеся в недружественных странах, возможно, не смогут там проголосовать, потому что участки в посольствах и консульствах не будут открыты. Российский МИД объяснил это сокращением числа консульских работников и соображениями безопасности, а именно большим числом антироссийских акций, которым, как заявляют в министерстве, потворствует местная полиция. Желающим проголосовать рекомендовано переместиться в более дружественные страны или приехать в Россию. Напомним, в перечне недружественных 49 стран. Весь ЕС, Великобритания, США, Австралия, Канада, Швейцария и Япония. В МИДе обещают, что окончательное решение об организации голосования примут до конца месяца. Кстати, на прошлых президентских выборах, в 2018-м, участки были созданы в 145 странах, и в списках там числились почти полмиллиона избирателей, причем активных. У некоторых посольств выстраивались очереди. На 1 июля 2023 года, по данным ЦИКа, в списке избирателей за пределами России было свыше двух миллионов человек. И это надо понимать только те, кто встал на консульский учет, что делают далеко не все. За последние два года крупные комьюнити россиян сформировались в Казахстане, Грузии и Армении. Эти страны не входят в число недружественных, и там участки наверняка откроются. Что касается Турции, которая, несмотря на членство в НАТО, тоже считается дружественной, то там россиян в последнее время сильно поубавилось. В стране резко ужесточили правила выдачи ВНЖ, и многие из-за этого уехали. Кто в Россию, кто в другие страны, в том числе недружественные. В еженедельных сводках об объявлении в розыск по линии МВД на неделе появилось новое слово – переобъявление. Оно употреблено по отношению к Михаилу Ходорковскому, которому заменили статью розыска. В 2015-м его обвинили в организации убийства мэра Нефтьюганской, покушение еще на два убийства, а теперь завели дело о фейках об армии. Ходорковский, уже 10 лет живущий за границей, ответил в соцсетях цитаты из советской киноклассики. Там женщина-комиссар решает расстрелять героя Ролана Быкова, и тот в отчаянии кричит «Опять расстрелять это сколько ж можно». А замоскворецкий суд Москвы в очередной раз оставил в СИЗО создательниц спектакля «Финист Ясный Сокол» Женю Берковича Светлану Петрячук. На заседании о продлении меры пресечения Беркович обратилась к суду в стихах, среди прочего содержащих слова «Просто не мучить уже немало». Беркович и Петрячук находятся под стражей с мая прошлого года, им грозит до семи лет лишения свободы. Они не признают вины по предъявленной им статье об оправдании терроризма. По той же статье басманный суд на неделю арестовал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. В его квартире прошел обыск. Что стало поводом для уголовного дела, не уточняется. С адвокатов взяли подписку о неразглашении. Удальцов – известный левый активист, один из лидеров протестов 2011-2012 годов, приговоренный к четырем с половиной годам по так называемому «болотному делу» о массовых беспорядках на одноименной площади в мае 2012-го. Освободившись в 2017-м, Удальцов на прошлых президентских выборах поддерживал кандидата от КПРФ Павла Грудинина и был его доверенным лицом. А в последние два года поддерживал действия России в Украине, а также Игоря Стрелкова-Гиркина, которого уже после его ареста предлагал в качестве кандидата в президент. На сайте Московской епархии РПЦ на неделе опубликован указ патриарха Кирилла о запрете в служении протеерея Алексея Уминского, настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Одновременно стало известно, что Уминского вызвали в епархиальный суд из-за отказа читать установленную молитву о Святой Руси. Вместо утвержденного патриархом текста о победе русского воинства он читал молебен о мире. Заседание епархиального суда должно было состояться в четверг, но священник на него не пришел. После этого ему была направлена повторная повестка с предупреждением, что заседание пройдет без его участия. После отстранения Уминского в его защиту было опубликовано открытое письмо, которое подписали свыше 10 тысяч человек – прихожан храма в Хохлах, который был под его началом 30 лет, и просто сочувствующих. В итоге заседание суда состоялось в субботу. В отсутствие Уминского было решено лишить его сана за нарушение священнической присяги. Решение теперь направлено на утверждение патриарху Кириллу. Что касается прихода, то на место Уминского назначен протеерей Андрей Ткачев, уроженец Львова, известный резкими высказываниями на тему феминизма и Украины. В рождественском обращении к прихожанам он, в частности, сказал. Российский Минюст в пятницу по традиции расширил список иноагентов. На этой неделе в него попали издания «Холод» и четыре человека, включая писателя Бориса Акунина, которого ранее внесли в реестр террористов и экстремистов и возбудили против него уголовное дело. Человеку осторожному и следящему за российской повесткой даже сложно в такое поверить, но после громоподобной истории с вечеринкой в Мутаборе и арестом рэпера Васио, прикрывшего носком причинное место, нашелся еще один солист, вышедший на российскую сцену в таком виде. Это фронтмен группы «Щенки» Максим Тесли Моисеев. По сети разошлось видео его выступления в питерском клубе «МОД», причем в ходе выступления носок с артиста упал. Реакция не заставила себя ждать. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что уже идет проверка, а клуб, допустивший такой концерт, станет площадкой для детских кружков. К проверке на предмет пропаганды ЛГБТ призвали также Екатерина Мизулина и Виталий Бородин. Вскоре Моисеева задержали в аэропорту Пулково, откуда он, как сообщается, собирался лететь в Екатеринбург, а после в Казахстан. Калининский райсуд города арестовал его на 10 суток за мелкое хулиганство. Телеграм-канал Мэш утверждает, что Моисееву также вручили повестку в военкомат для постановки на учет и уточнения данных. Такую же процедуру, как сообщается, прошел и первый музыкант в носке. После 15 суток ареста за мелкое хулиганство рэперы Васю вновь задержали, свозили в военкомат, а после арестовали еще на 10 суток, теперь за нецензурную брань. Член УНК Алексей Лобарев, навестивший рэперов в спецприемнике, рассказал, что, по словам артиста, он еще в родном Екатеринбурге не прошел военно-врачебную комиссию по здоровью. Телеграм-канал Шот уточняет, что Василиев, тем не менее, готов к весеннему призыву, а сейчас читает в изоляторе Толстого «Войну и мир». Между тем, Филипп Киркоров, номера которого после голой вечеринки удалили из новогодних шоу на нескольких каналах, заявил, что пожертвует гонорар за участие в программе «Новогодняя маска» жителям Белгорода, пострадавшим при отстрелах. Что касается Насти Ивлеевой, в честь дня рождения которой та вечеринка и была устроена, то она на неделе отказалась признавать вину в административном правонарушении. По словам адвокатов, Настя не знала, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде. Защита возложила ответственность на ивент агентства, организовывавшее ТУСУ. Лефортовский райсуд все равно оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, но другой суд, Хамовнический, вернул коллективный иск 22 заявителям, которые требовали от Ивлеевой миллиард рублей в пользу Фонда защитники Отечества в качестве компенсации за моральный вред. В суде уточнили, что заявители обратились не по адресу, поскольку у телеведущей прописка в другом регионе. В центре внимания оказался и зомбийский изумруд, украшавший Ивлееву на вечеринке. Сообщают, что драгоценность ценой в 6 миллионов рублей стала обузой для владеющей ей ювелирной компанией, и зомбрут якобы не могут теперь продать из-за дурной славы. Также Ивлеевой пришлось опровергать информацию о своем отъезде из России после сливов анонимных телеграм-каналов о том, что против нее готовится уголовное дело за участие в деятельности экстремистской организации, имеется в виду международное движение ЛГБТ. Слухи не получили подтверждений, по крайней мере, пока. Чтобы пресечь негативный пиар, совладелец мутобора Михаил Данилов пошел на нестандартный жест, подарив московскому храму мощи святого Николая Чудотворца. У нас несколько клубов, в том числе мутобор, такой известный под последними событиями. Мы говорим, что мы против мракобесия, девальщины, мы поддерживаем церковь. Происхождение мощей вызвало вопросы. На сертификате подлинности разглядели подпись Франко Чарутти и подиакона епархии итальянского города Навара. Однако человека с таким именем на сайте епархии разыскать не удалось. И, насколько смогли выяснить неравнодушные авторы телеграм-каналов, другие сертификаты с той же подписью принадлежат исключительно россиянам. Позже, однако, появились разъяснения от антикваров, что Чарутти действительно существует, много лет отвечал за реликварий в Наварре, и после ухода на пенсию никем не был заменен, поэтому продолжил подписывать сертификаты. И что сам он человек честный. Как бы там ни было, Лефортовский суд приостановил работу мутобора на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, что, учитывая обстоятельства дела, выглядит весьма язвительной формулировкой. Символичная на этом фоне новость пришла из Киева. Там реабилитировали кинорежиссера Сергея Параджанова, приговоренного в советское время к пяти годам строгого режима за мужеложство и украинский национализм. Комиссия по реабилитации заявила, что после изучения архивных документов обнаружила политический мотив преследования. Решение приурочено к круглой дате – столетию со дня рождения Параджанова, одного из основателей советской новой волны, давно признанного классиком мирового и советского кинематографа. Одна из его главных картин «Тень незабытых предков» получила десятки международных наград и фестивальных гран-при. А лента «Цвет граната», поразившая Микеланджело Антониони безупречной красотой, оказала влияние не только на кино, но и на музыкальную индустрию. Отсылки к фильму есть в клипах Мадонны, Леди Гаги и Джун Реектор. После того, как в возрасте 50 лет Параджанов попал в лагерь, его освобождение добивались многие мировые звезды, включая Жан-Люко Гадара, Федерико Феллини и Роберта Де Ниро. После того, как Брежнева лично попросил об этом французский писатель Луи Арагон, Параджанова выпустили, но запретили жить в Москве, Киеве, Ленинграде и Ереване. Он уехал в Тбилиси, где был снят его последний фильм «Ашик Кирип» по мотивам сказки Лермонтова. На неделе Александр Бастрыкин поручил возбудить еще одно уголовное дело, которое обещает стать громким. Блогер-миллионника Сергея Косенко проверит на предмет противоправных действий по отношению к ребенку. Поводом стало видео из Куршевеля, на котором инфлюенсер бросает двухмесячного сына в сугроб. Признаться, раньше я про этого человека не слышал. Оказывается, это еще один популярный тренер личностного роста, у которого 7 миллионов подписчиков в запрещенной соцсети, и который там же хвастается тачками, домами, миллионами, дубайско-американской жизнью и с недавних пор новорожденным сыном, которого Косенко в постах любовно называет «пи***юк». Буквально накануне скандала папа объявил запись на новые курсы. После того, как хайп вышел из-под контроля, он явно заметался, извинился перед теми, кто воспринял ролик буквально, заявил, что на видео кукла, выложил видео, в котором демонстрирует, что клип был монтажом, но это, кажется, никого не убедило. Вне зависимости от того, как было на самом деле и что возбудит Следственный комитет, мне лично очень интересно, сколько людей после такой истории купят у Косенко курс по личностному росту. Что-то подсказывает мне, что такие обязательно найдутся. На неделе мы в редакции Ньюс получили грустную пасхалочку из прошлой жизни. Во Владивостоке умер толстый кот Виктор, прославившийся, когда его не пустили в самолет из-за лишнего веса. Я рассказывал об этом в самом первом выпуске Ньюс осенью 2019-го. Тогда хозяин кота Михаил Галин пошел на махинацию, принес на регистрацию и взвешивание подставного кота более легкого, а в салон пронес толстого Виктора. Когда об этом стало известно, аэрофлот лишил Галина бонусных миль. История разлетелась по интернету. Энтузиасты запустили проект под названием «Я, мой толстый кот». Владельцы упитанных домашних животных поддержали Виктора хэштегом «Бронебагаж». Толстый кот стал своего рода амбассадором движения за гуманное отношение к животным в транспорте. И вот спустя четыре с лишним года Галин сообщил о смерти питомца, написав «Беги по радуге, Виктор» и добавив, что кот жил достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Согласимся, Виктор прожил большую во всех смыслах жизнь, и, если верить эзотерикам, возможно, не последнюю. В заголовки на неделе попал и еще один кот по кличке Сергей. Он по требованию Роспотребнадзора был изгнан из продуктового магазина в Зеленоградске Калининградской области. Бездомный Сергей прибился к торговой точке три года назад. Его подлечили, оборудовали место на подоконнике и сделали именную табличку. Кот стал корпоративным символом, снялся для новогоднего календаря, а по итогам 22-го даже получил звание «Сотрудник года». Но в прошлом году на Сергея, вполне в духе времени, накатал жалобу некий покупатель. После чего проверяющие органы обязали магазин избавиться от животного. Кота забрал домой один из сотрудников, однако Сергей, как сообщается, пытается вернуться на рабочее место, сбегает из дома, приходит к магазину и грустит. Теперь другие жители собирают подписи под петицией против увольнения кота, и сообщается, что ее подписали уже около 500 человек. На неделе в США запустили к Луне ракету с максимально символическим грузом – прахом актеров сериала «Стартрек» и образцами ДНК американских президентов Джорджа Вашингтона, Дуэта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди. Вообще-то посадочный модуль «Перегрин» вез на Луну научные приборы, однако место на нем также купила компания «Селестис», которая предлагает захоронение в космосе. Именно она разместила в корабле капсулы с биологическим материалом. В одних были образцы волос покойных глав нации, в других – прах создателя саги «Звездный путь» Джина Родденберри, его жены Маджил Барретт, сыгравший медсестру Чаппелл, и ещё трёх актёров. Де Форреста Келли играл врача Маккоя, Мишель Николс играла Ниоту Ухуру и Джеймса Духана играл Скотти. Несложно догадаться, что помимо символической, акция выполняла чисто рекламную задачу. Захоронение в космосе – процедура не из дешёвых. Стоимость доставки вашего ДНК на Луну начинается от 13 тысяч долларов. И клиента, конечно, нужно привлекать небанальным маркетингом. По плану модуль должен был прелуниться 23 февраля. Однако, как часто бывает, у судьбы был заготовлен собственный символизм. Через несколько часов после отделения от ракеты-носителя у аппарата начались проблемы с солнечными батареями, а затем и с двигателем. Спустя сутки после старта разработчик корабля, компания «Астроботик», сообщила, что Перегрин не сможет прелуниться. Таким образом, останки героев Стартрека и трёх президентов будут навечно захоронены в ближнем космосе, и прах их станет в буквальном смысле звёздной пылью. Вот прям даже не знаю, что сказали бы об этом отец-основатель Америки и один из победителей Гитлера. Не утихает история с ещё одним инцидентом, произошедшим над Землёй, хотя и не так высоко. Всю неделю появлялись новые подробности ЧП с Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines. Он разгерметизировался на высоте 5000 метров после того, как у него вырвало заглушку двери аварийного выхода. Благополучный исход нельзя объяснить ничем, кроме чуда. Из 178 мест в салоне были заняты 172, но по невероятной случайности именно на тех, что оказались рядом с оторвавшейся заглушкой, никто не сидел. Будь они заняты, несложно предугадать, что бы случилось. С двух кресел сорвало подголовники, а с одного ещё и высосало за борт всю обшивку. По предварительным данным комиссии, заглушка была не закреплена должным образом. Там просто забыли прикрутить несколько болтов. Формально за этот заводской брак несёт ответственность подрядчик Spirit Aerosystems. Но за готовый самолёт всё равно отвечает Boeing. К тому же ни для кого в индустрии не секрет, что Spirit в прошлом был дочерним предприятием Boeing. Глава корпорации Дэйв Келхун на встрече с сотрудниками признал вину. По его словам, глядя на дырку в фюзеляже, он вспоминал о собственных детях и внуках. Речь была очень эмоциональной, Келхун чуть не заплакал. Проявлять эмоции на корпоративном уровне – это американская традиция. Но в данном случае представителям Boeing и в самом деле есть от чего прослезиться. Произошедшая авария, кажется, перечёркивает все попытки корпорации реабилитироваться после двух авиакатастроф, произошедших с моделью Max ранее, обе случились из-за внедрения программного обеспечения, о котором не сообщили авиакомпаниям. Нынешняя история, когда у новенького лайнера в полёте отлетает часть фюзеляжа, выглядит просто недопустимо. Особенно если учесть, что произошла она после долгих извинений, длительных проверок, выплат родственникам погибших и уверений, что ничего подобного впредь не повторится. Но нет. Выяснилось, например, что в случае взрывной декомпрессии у этой модели настиж распахивается бронированная дверь кабины пилотов, и это тоже нововведение Boeing, о котором экипажи ничего не знали. Теперь индустрия и эксперты десятками голосов задают Boeing вопрос, что ещё вы не рассказали нам о своём новом самолёте? Корпорация Boeing, конечно, слишком велика и важна для Америки, чтобы обанкротиться, но репутацию 737-го Макса — в России, к слову, они не эксплуатируются — теперь ещё сложнее поправить. Первая причина, как ни банально, — погоня за прибылью. Boeing очень торопился создать конкурента для «Neo» — новой модели Airbus'а, и закрыл глаза на вопросы безопасности, казавшиеся малозначительными. Кроме того, по мнению ряда наблюдателей, компания слишком сфокусировалась на жирных оборонных заказах и ослабила контроль за гражданским производством. Пожалуй, с точки зрения имиджа, Boeing в эти дни переживает худшие времена за всю свою историю. Единственный забавный эпизод в ЧП с разгерметизацией связан с выпавшим из Аляска Airlines айфоном. Он нашёлся на обочине дороги, после падения с пяти километров нормально работал и даже сохранил половину зарядки. Фотографии устройства облетели все мировые СМИ. Как выразился один мой авиационный приятель, только этика не позволит Apple сделать на этом рекламу. В России на неделе обсуждали другое неидеальное транспортное средство – снегоболотоход «Хищник», на котором президента и его пресс-секретаря возили по Чукотке. «Какой интересный транспорт у вас, Дмитрий Сергеевич!» «Осваиваем! Отечественный!» «Хищника» производят на предприятии «Мегвест» в Тюменской области. Самая дешёвая модель стоит чуть меньше пяти миллионов рублей, а самая дорогая – восемь миллионов. Но, по словам Пескова, поездка ему не понравилась. Машину надо доводить до ума. Инженер-конструктор «Хищника» пояснил, что на машинах установлен японский тракторный двигатель, потому что в России двигателя нормального нету, но пообещал учесть критику Пескова. Путин касательно поездки на «Хищники» ничего не сказал. Пока новые отечественные разработки не радуют, ставка сделана на ностальгическое автонаследие. В очередной раз анонсирован перезапуск седана «Волга». Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, договорённости уже на финальной стадии, и выпуск должен начаться в середине года на автозаводе в Нижнем Новгороде. Возрождённая «Волга», по его словам, получит абсолютно современный облик, но логотип с оленем сохранит. Вообще, обещания возродить «Волгу» звучат в середине позапрошлого года, рассказывала Мантуров о планах перезапуска и в прошлом году. Как бы там ни было, сейчас возвращение её выглядит весьма актуальным жестом. Аудитория постарше, думаю, помнит, что в своё время это был главный автомобиль КГБ. Начиная с кинохита «Мёртвый сезон» со знаменитым разворотом «Волк на мосту» и заканчивая сериалом «ТАССу полномочен заявить» с постановочным проездом по пустой Москве, именно «Волга» возит людей с холодным взглядом и красной книжечкой в кармане. Но и не могу не вспомнить эту прекрасную фотографию людей в штатском «Волге» на фоне Кремля авторства американского фотожурналиста Энтони Суау. Справедливости ради была у «Волги» и другая ипостась. Модель «ГАЗ-24» прославилась как такси. Именно в ней, например, ездят герои Аркадия Райкина в своих миниатюрах. Я, кстати, тоже застал такие «волжанки» – их тогда так называли. С зелёным огоньком и счётчиком, который тикал вот с таким звуком. Такси той эпохи славились тем, что это был не как сейчас рынок клиента, а исключительно рынок продавца. Чтобы поймать такси в час пик, нужно было долго голосовать у обочины, либо иметь связи. А ещё ходила легенда, что у таксистов всегда можно купить водку. В магазинах она была не всегда, и они не работали по ночам. Правда, что касается новой «Волги», Мантуров туманно сказал, что производиться она будет совместно с зарубежным партнёром. С каким конкретно он не раскрыл, однако в сети предположили, что речь идёт о китайской модели «Хунжи-H5». Напомню, ранее по такой же схеме был возрождён другой легендарный бренд – «Москвич», в новой жизни оказавшийся копией китайского «Джак». Как раз на этой неделе стало известно, что экспорт китайских машин в 23-м году достиг рекордного уровня – более пяти миллионов автомобилей, что позволило Китаю обойти Японию, став по этому показателю мировым лидером. Несложно догадаться, что в первую очередь этому способствовало увеличение продаж в России после ухода отсюда западных марок. За год рынок китайских машин у нас вырос минимум в пять раз. Их продано не менее 700 тысяч штук. Число салонов, осуществляющих эти продажи, удвоилось. Думаю, все вы за последнее время подучили названия брендов, приходящих на смену «Фольксвагенам» и «Кия». Если лидеры этого рынка «Черри», «Хавал» и «Джили» давно на слуху, то в 24-м уже не только знатоки могут сказать, чем «Омода» отличается от «Каи» и почему оба они уступают «Танку». Если кто не в курсе, это тоже китайский авто бренд. В общем, перефразируя известное изречение Михаила Ломоносова, можно сказать, что китайский авторынок прирастает России так же, как в свое время российское могущество приросло Сибири. Что, друзья, все уже успели обсудить новость, как американский школьник прошел до конца «Тетрис»? Речь об оригинальной версии игры 1988 года для Nintendo. 13-летний Уиллис Гибсон из штата Оклахома стал первым в мире человеком, который дошел до последнего уровня. Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас играл в «Тетрис», но ни один не выиграл. Более того, до Гибсона считалось, что это в принципе невозможно, если не взламывать программное обеспечение. Тем удивительней, что герою этой новости понадобилось всего 38 минут, чтобы дойти до 157 уровня, на котором игра зависла из-за ограничений кода. Если смотреть на это философски, то 13-летний юноша ответил на фундаментальный вопрос мироздания – что будет в конце всего? Как мы видим, никакой вселенской катастрофы не последовало, все просто остановилось. В этом смысле «Тетрис» предстает как вполне рабочая модель Вселенной. Не лишь не напомнить, что он был придуман и разработан советским программистом Алексеем Пожитновым, а те, кто играл в «Тетрис» дольше часа подряд, думаю, помнят, какие после этого снятся сны. Главный кошмар – это когда длинная палочка не успевает провалиться в паз и вместо того, чтобы стереть четыре ряда, застревает в верхнем, перекрывая возможность горизонтального движения. Не меньшую фрустрацию вызывает фигура, похожая на кочергу, которая в последний момент оказывается развернутой не в ту сторону и вместо того, чтобы разрушить нужные уровни, разрушает ваши планы. Согласитесь, чем не аллегория нашей жизни? Ну, иногда бывает и наоборот. Случайно прилетает недостающий кубик, встает сам собой куда надо, расчищает место для очередных совершений и открывает новые перспективы. В общем, надеюсь, друзья, в наступившем году пазл будет складываться, а проблемы, которые нарастают как блоки в тетрисе, будут исчезать. Ну, хотя бы пара слоев. Надеюсь, до уровня, на котором все зависнет, нам еще далеко. Это редакция Ньюс в Ютубе и на Дзене. Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь и поставьте лайк. Это важно для нас с алгоритмами Ютуба. Не забывайте про наши каналы Редакция Наука и Редакция Плюс и про наш Телеграм. Там ежедневная версия наших новостей, подобранная так, чтобы вы были в курсе, но не страдали от инфошума. А если интересны мои собственные мысли и рассуждения, добро пожаловать в мой личный Телеграм-канал. Берегите себя. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok